Администрация освобожденного от боевиков города Касаб готовится к возвращению его жителей. Помощник главы МИД принял делегацию представителей сирийских диаспор в Польше, Венгрии и Чехии. Иракская армия взяла под контроль районы Аль-Карабила и Ар-Румана в провинции Аль-Анбар, которые были захвачены боевиками исламского государства Ирака и Леванта. Добрый вечер! На спутниковом канале сирийского телевидения выпуск новостей на русском языке. После освобождения от боевиков города Касаб в провинции Латакия, армейские подразделения сегодня установили полный контроль над горными высотами номер 714 и 719 и Джабаль-ан-Насар. Между тем администрация Касаба уже готовится принять его жителей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за преступных действий вооруженных террористических группировок. На улицах освобожденного от боевиков города Касаб развернулась активная деятельность. Ремонтные бригады приступили к восстановлению разрушенной боевиками городской инфраструктуры, линий электропередачи, водопровода, канализации и других объектов. Сегодня в город уже стали прибывать первые группы его жителей, чтобы посмотреть, сохранились ли их дома. Сразу же после освобождения Касаба саперы приступили к обзвреживанию взрывных устройств, установленных боевиками. Военные источники сообщили, что были конфискованы, брошенные вооруженными группировками при отступлении боеприпасы, пушки, минометы, гранатометы, ракетные установки, крупнокалиберные пулеметы и другие виды оружия, а также приборы ночного видения, противогазы и два автомобиля скорой помощи. Журналисты, посетившие Касаб, где шли ожесточенные бои, своими глазами увидели следы варварских разрушенной, оставленных боевиками, которые громили церкви, монастыри, госучреждения, жилые дома. В провинции Алепа, в районе Аррамуси, армейские подразделения пресекли попытку прорыва группы боевиков к зданию местного совета. В населенных пунктах Майер, Ханану, Хрейтан и Алюдейхе были разгромлены базы и убежища террористов, которые понесли большие потери в живой силе и технике. В селениях Куэрис, Аль-Хайдария и Кафар-Сахир армейские подразделения нанесли удары по автомобилям боевиков, оснащенным крупнокалиберными пулеметами. В провинции Идлеб, в селении Аль-Бауабия, армейские подразделения разгромили принадлежавший вооруженным группировкам крупный склад боеприпасов и несколько автомобилей с крупнокалиберными пулеметами. Среди убитых боевиков есть иностранные наемники. Военный источник в провинции Хомс заявил, что в населенных пунктах Дейрфуль, Кисин и Анессырия армейские подразделения в ходе спецоперации ликвидировали большое число боевиков вместе с оружием. Военнослужащие дали отпор боевикам, пытавшимся захватить газозаправочную станцию Ком-Ком. Все нападавшие были уничтожены. На плантациях поселка Умшаршух армейское подразделение вступило в бой столкновений с вооруженными террористами, большинство из которых было ликвидировано. В провинции Идлеб в результате обстрела террористами города Жисар-Аш-Шугур и селения Штебрек несколько человек погибли и несколько получили ранения. В городе Дара террористы выпустили минометные снаряды по центру временного проживания в квартале Алькашев. Один человек погиб и шесть получили ранения. В провинции Хама в результате ракетного обстрела террористами поселка Ар-Рабия получили повреждения несколько жилых домов. В Дамаске в районах Бахса и Маззе сработали два взрывных устройства. По счастливой случайности никто не пострадал. В провинции Хомс на одной из плантаций города Тедмар сотрудники спецслужб обнаружили два похищенных боевиками предмета древности, которые они хотели нелегально вывезти из страны. Это бюст женщины и слепок головы жреца, относящийся ко II веку н.э. В соответствии с президентским указом за номером 22 от 2014 года о всеобщей амнистии, сегодня в провинции Дара были освобождены 19 заключенных. Таким образом, общее число освобожденных по указу в провинции заключенных составило 135 человек. В провинции Тартус сегодня были освобождены также 19 заключенных. Вчера в провинциях Алеппо, Хома, Хомс и Аль-Хасыке в рамках выполнения указа на свободу вышли сотни заключенных. Помощник министра иностранных дел Хамид Хасан принял делегацию представителей сирийских диаспор в Польше, Венгрии и Чехии. На встрече Хасан подтвердил важность роли сирийских диаспор за рубежом в поддержке стойкости Родины в противостоянии иностранному заговору. Он указал на то, что высокая явка сирийцев на президентские выборы, как в самой Сирии, так и за ее пределами, поразила весь мир и стала свидетельством приверженности сирийского народа сохранению суверенитета страны и его отказа от вмешательства извне в ее внутренние дела. Иракская армия при поддержке отрядов, сформированных представителями местных племен, взяла под контроль районы Аль-Карабила и Арумана в провинции Алянбар, которые были захвачены боевиками террористической группировки Исламской государства Ирака и Леванта. Также началась совместная операция по зачистке от боевиков района Рауа. В ходе спецоперации в городе Аль-Фалюджа были уничтожены 200 боевиков группировки Исламской государства Ирака и Леванта. Источник сил безопасности Ирака сообщил о проникновении на иракскую территорию боевиков со стороны Саудовской Аравии. Наш выпуск завершен. Напомним его главные темы. Администрация освобожденного от боевиков города Касаб готовится к возвращению его жителей. Помощник главы МИД принял делегацию представителей сирийских диаспоров Польши, Венгрии и Чехии. Иракская армия взяла под контроль районы Аль-Карабила и Ар-Румана в провинции Аль-Анбар, которые были захвачены боевиками Исламского государства Ирака и Леванта. Таковы события этого дня. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok